Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканала 24KZ вас приветствует информационно-аналитическая программа Prime Time. Меня зовут Илья Урозаков и в ближайший час я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных и значимых событиях уходящего дня. С самого начала хотелось бы всех вас поздравить с национальным днем одежды. Вот мы сегодня тоже отдаем ему дань моды. Ну а пока начинаем. Полноценная диверсификация экономики страны и переход ее на производственные рельсы требует поиска новых точек экономического роста и развития человеческого капитала. Об этом говорил Касымжимар Тукаев на прошедшем недавно национальном Куролтае. И действительно, трансформация экономики со сменой ее приоритетов от сырьевой экономики к экономике с повышенной и добавленной стоимостью требует значительных реформ и в системе подготовки и профессионально-технических кадров. На сегодняшний день дефицит квалифицированных специалистов на производственных предприятиях страны достигает примерно 40%. Как же мы планируем решать данную проблему? Что происходит сегодня в системе профтехобразования страны? С кем мы будем реализовывать глобальную программу индустриализации Казахстана? Куролтай. Развитие человеческого капитала. Главная тема сегодняшнего выпуска. О ней мы и будем говорить сегодня в программе с экспертами. Ну а пока, как всегда, начнем с блока новостей нашей программы. Касамжмар Токаев поздравил по телефону Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Глава нашего государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера. Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающиеся в духе стратегического партнерства. Также главы государства договорились продолжать тесное взаимодействие. Также сегодня Касамжмар Токаев встретился с представителями креативной индустрии Казахстана. Президенту представили ряд успешных отечественных проектов. Обсуждали участники встречи музыкальную индустрию, киноиндустрию, социальные медиа, развитие искусственного интеллекта и киберспорт. Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам организации исполнения инициатив поручений главы государства, озвученных на третьем заседании национального курултая Эватерал. Как отметил Ерлан Карин, президент определил новые концептуальные подходы государственной политики в культурно-гуманитарной и идеологической сферах. Для реализации инициатив Касамжмар Токаева уполномоченным органам поручено взаимодействие с парламентом обеспечить своевременную и качественную разработку поправок в законодательство по вопросам государственных наград, аномастики, археологической деятельности и усиление ответственности за производство наркотиков. Также были обсуждены подходы к подготовке комплексной программы по борьбе с лудоманией. Уполномоченным государственным органам поручено организовать системную работу по продвижению перечня общенациональных ценностей, представленного президентом. Газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год построят на Карачаганаке за счет акционеров. Объект возведут в рамках проекта по расширению Карачаганака. Вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере и наращивания казахстанского содержания обсудил сегодня Олжас Бектенов с Shell Company. Премьер-министр Казахстана провел встречу с исполнительным вице-президентом концерна Питером Костелло. Глава Кабмина подчеркнул, что до сих пор доля местного содержания в закупе товаров остается крайне низкой. Необходимо тесно взаимодействие с местными производственными компаниями, которые заинтересованы в выпуске продукции. Также о важности привлечения инвестиций в реализацию масштабных инфраструктурных инициатив президента говорил сегодня глава Кабмината министров на встрече с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Речь шла о развитии дорожной сети строительства, жилья, модернизации ЖКХ и газификации. Олжас Бектенов отметил, что в приоритете финансирование крупных проектов. Правительство, в свою очередь, готово к сотрудничеству с банком на взаимовыгодных условиях. Отмечу, в этом году новые инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана составят не менее 1 миллиарда долларов. Система бесплатной медицинской помощи за 5 лет недополучила финансирование в размере 224 миллиардов тенге. Об этом на встрече с депутатами Мажилиса заявила глава ведомства Акмарал Альназарова. Кредиторская задолженность медорганизации сегодня составляет 57 миллиардов тенге. Между тем, о проверке выяснили, что в поликлиниках скопились неиспользованные лекарственные препараты. А нечестные на руки руководители растратили почти 1,5 миллиарда тенге. Так, например, в Атараусской области руководитель КДП перечислил себе 170 миллионов тенге. Также сотни миллионов в качестве премии начисляли себе и медики в ЖТСУ и Жамбылской области. 16 материалов уже направили в правоохранительные органы для расследования. Кроме того, решить проблему дефицита средств в Минздраве намерены за счет внутренних резервов. Там пересмотрят перечень лекарственного обеспечения, усилят контроль за расходованием средств и перейдут на новую систему взносов медстрахования. Теперь платить будут больше тем, у кого выше доход. Если что-то не получается, мы пытаемся всегда увеличить какие-то взносы. В данном случае предложения, которые перманентно поднимаются по увеличению взносов как с бизнеса, так и с граждан, так и с других взносов, они, конечно, особого воодушевления не вызывали и, наверное, и не вызывают. Если не улучшить саму методологию ОСМС, но говорить о приписках сложно, потому что нет нормативов. Как можно говорить о том, что что-то вы перепотребили, если у вас нет четких нормативов, сколько надо потреблять? Для покрытия дефицита финансирования отрасли проводится работа по аккумуляции внутренних резервов. Так, максимальный охват динамическим наблюдением и амбулаторным лекарственным обеспечением группы на залоге призван сократить уровень госпитализации с осложнениями. Таким образом, мы через реальное наполнение приоритетности развития ПМСП намерены достигнуть необходимого эффекта для улучшения здоровья граждан и рациональности использования средств. Животноводам южных регионов Западно-Казахстанской области зимой едва хватило кормов. Из-за отсутствия травы на пастбище к весне скот сильно отощал. Причиной тому называют нашествие сайгаков. Степные антилопы не первый год опустошают пастбище и посевы. Местные фермеры надеются, что вопрос решат на правительственном уровне. Иначе банкротства им не избежать. Жуткими кадрами истощенных животных поделились фермеры Букиардинского района. По словам животноводов, пастбище и луга вытоптали степные антилопы. Земли пришли в непригодность. В прошлом году сельчане заготовили лишь 30% корму. Пережить зиму удалось с запасами 2022-го. И без того слабый скот атакуют клещи. В этом году мы покупали сено по 15 тысяч за тюк, когда в других районах цена 3 тысячи. Кормов едва хватило. Фермеры бьют тревогу. Земля уже непригодна для выпаса скота. Косить в этом году будет нечего. Скот слабый и больной. Многие будут вынуждены распродать скот и закрыть хозяйство. Страдают от нашествия сайги аграрии Косталовского, Женебекского и Женгалинского районов. Чтобы защитить посевы, фермеры круглосуточно дежурят на своей территории, отгоняя диких животных. Некоторые обносят участок электрической изгородью. Но против сайги она бесполезна. Животные берут ее штурмом. Только в Женебекском районе от набегов степных антилоп пострадали 28 крестьянских хозяйств. Механизмы возмещения ущерба от степной антилопы не прописаны в законе. При этом убытки исчисляются уже сотнями миллионов тенге. Этими вопросами занимается Министерство сельского хозяйства. Мы к ним много раз обращались. Как нам ответили в профильном ведомстве, на эти процедуры необходим примерно год. А времени у нас уже нет. Чтобы хоть как-то спасти посевы, аграрии начали закупать шарнирные сетки. Они попросили поддержки в виде субсидий для ограждения своих полей. Совместно с Министерством сельского хозяйства мы обговорим эту проблему. Да, действительно, субсидируется только ограждение животноводческих хозяйств. Сфера растеневодства не финансируется. Все поступившие предложения и вопросы доведем до всех ответственных лиц. По последним данным, в Западно-Казахстанской области насчитывается около полутора миллионов особей сайгаков. Цифры удвоятся после весеннего окода. Для регулирования численности степной антилопы в прошлом году разрешили ее изъятие. В этом году, в мае, после окода, начнутся научно-исследовательские работы. Средства на эти цели уже выделены. Когда нам дадут точные цифры по сайгакам, мы продолжим работу по регулированию численности. Для изъятия сайги нанимали бригады квалифицированных охотников. В этом году, по словам Ерлана Насамбаева, планируют внести поправки в закон, чтобы привлекать к охоте и специалистов охот зоопрома. Альбина Кубаргалеева, Ербул Мендагалеев, Эльдар Аюпов, 24КИЗ, Западно-Казахстанская область. Городской водоканал Усть-Каменогорска штрафовали на 36 миллионов тенге за грубые нарушения экологического кодекса. Предприятие сливало в Иртыш сточные воды, которые содержали сверхнормативные концентрации цинка, соли и нефтепродуктов. В этом уверены специалисты регионального департамента экологии, которые проверили водочистные сооружения областного центра. Они обнаружили неработающие фильтры. А в пробах воды выявили почти двукратное превышение предельно допустимых норм вредных веществ. Юристы, в свою очередь, намерены обжаловать штраф в суде. По результатам анализа установлено превышение по выпуску номер 20, по аммонию солевому 1,2 раза, по нефтепродуктам 1,6 раз, также по цинку 1,7 раз. Нарушения очень серьезные, потому что эти фильтры, они не работали в момент проверки. Почти 100 килограммов на свае конфисковали полицейские сегодня в ходе рейда на одном из столичных рынков. Борьба с запрещенной табачной смесью, которая все еще остается популярной у населения, идет не первый год. Однако торговцы продолжают продавать товар из-под прилавка. В очередной рейд с полицейскими сегодня отправилась и наша съемочная группа. У пожилого продавца на одном из столичных рынков полицейские изъяли сегодня 8 пакетиков. Внутри все еще популярную у населения на свае. На каждом углу он в стране, как сигареты, не продается, однако и купить его при желании тоже не составляет труда. Стихийные точки реализации имеются и их немало. При том, что на свае, как и другие некурительные табачные смеси, без заключения санэпидслужб запрещен в Казахстане с 2015 года. Женщина признается, а запрете на продажу знала, но, как говорится, если есть спрос, за предложением дело не станет. Я забираю на свае из Шимкента, а там его изготавливают, выращивают в огороде. Конечно, о том, что это вроде запрещено, я слышала, но все его все равно продают. Если законом и штрафом будут, конечно, я откажусь от продажи. Администрация одного из столичных рынков при этом заявляет, что открытой продажи на свае или вейпов на территории нет. Действует неформальная табу, особенно после критики главы государства. Однако не исключают из-под прилавка продавать могут, но и тут решают проблему разговором. Продавцов-арендаторов не штрафуют, зато штрафуют правоохранители. Пойманную за руку продавцы вносят в казну государства чуть больше 92 тысяч тенге. Человек, наверное, 5-6 было, наверное, раньше, когда люди не знали, что они запретены товары. Сейчас уже все знают, что на свае нельзя продавать, поэтому у нас не продают его. Участков у нас постоянно ходит здесь, Артемов. В целом рейды сегодня прошли сразу во всех пяти районах столицы. Проверили больше ста объектов торговли, где выявили порядка 50 фактов продажи и распространения. Только в районе Байконыр полицейские изъяли порядка 100 килограммов на свае. Тимур Сапар, Дмитрий Николаев, 24 ГИЗ. Ултык киим куны куток тайман. Хотелось бы напомнить, что сегодня мы отмечаем День национального костюма, как вы уже успели заметить. Около 500 работников культуры, облачившись в казахскую одежду, выстроились в форме национального узора – бараньего рога. Специалисты 13 учреждений организовали танцевальный флешмоб у столичного флагштока. Таким образом, звезды искусства и творческие коллективы в преддверии Наурыза выразили дань уважения казахской культуре. Мужчины в шапанах, тюбетейках и сапогах с этническими узорами. Женщины в бархатных камзолах, меховых и волочных жилетах. И, конечно, национальных украшениях. Таким получился День национального костюма у столичных работников культуры. Наши национальные костюмы украшены орнаментами, и каждый узор несет огромный смысл и значение. И это напрямую связано с культурой нашего народа. Даже когда опашки шьют корпешки, и там заложен наш орнамент. Сегодня мы выделили именно хошхар-миюз, или бараний рог. Бараний рог олицетворяет силу, доброту и достаток. К слову, организаторы признаются – идея флешмоби пришла спонтанно. Работники культуры ее тут же поддержали. Времени на репетиции не было, тем не менее творческие коллективы со второй попытки успешно организовали национальный узор. Президент отметил, что в этом году праздновать на Урыс будем по-новому. И 10 дней – это большой праздник, период, когда просыпается природа. Это праздник солидарности, единства и благополучия. Национальный костюм – это часть нашей культуры. Хочется, чтобы наш костюм вышел на мировой уровень, чтобы во всех странах узнавали нашу вышивку, наш стиль, нашего костюма и красоту, его благородность и богатство. Организаторы предполагают, что в следующие годы количество участников в таких флешмобах станет больше. Более того, все учреждения города встретятся на одной площади. Сыня Кубжасарова, Мурат Арибханов, 24КИЗ. Ну и продолжаем тему. В Актобе прошел показ казахской национальной одежды «Кимишек Фэйшн». Его изюминкой стала демонстрация традиционного головного убора, который является символом материнства и мудрости. Участницы творческого коллектива при городском Доме культуры разыграли даже постановочную сцену. С двумя героинями – свекровью и невесткой, недавно ставшей матерью. Отмечу, показ национальной одежды организовали местные дизайнерские студии. Сейчас понемножечку в быт входит «Кимишек». «Кимишек» одевается по возрасту. Молодым оно поярче, а уже в возрасте им уже надо белее, скромнее там одевать. Но у меня лично в гардеробе три «Кимишека» есть. Я хожу на мероприятия, в школу к внукам. А наш следующий сюжет о казахской национальной одежде, созданной Айдарханом Калиевым из Тараза. Его коллекция продолжает покорять мировые подиумы и завоевывать сердца зарубежных модниц. Кутюрье работает в стиле неофольклора и при этом создает наряды в современном стиле. Отличительная черта его работы – использование стилизованного казахского орнамента. Подробности в материале Анастасии Сулеймановой. Больше 35 лет назад Айдархан Калиев получил специальность программиста, а после устроился в технологический институт преподавателем на кафедру технологий швейных изделий. Говорит, параллельно защитил кандидатскую диссертацию. Позже у него проявился интерес к национальному костюму. Увлечение стало делом всей жизни и затянуло в мир моды. А дальше первые показы собственных коллекций и международный успех. На Сербии Fashion Week во время моего показа сидели мировые эксперты моды, которые посмотрели на коллекцию, которую я представил. А коллекция была именно войлок чульпаны. С того момента я стал признаваемым, что через полмесяца пришло приглашение участвовать на Милан Fashion Week, потом на Берлин Fashion Week, потом там, там, там. Пальто, костюмы, жакеты и футболки с национальными и неповторимыми узорами покорили сердца уже многих модниц за пределами Казахстана. По словам мастера, идеи новых коллекций приходят спонтанно. Важно их сразу создать и опробировать. Работает джамбулский кутюрье в стиле неофольклора. Создает национальную одежду, адаптированную к современной жизни. Она не сковывает движения практично и комфортно. Мы шьем огромное количество интересных изделий с авторскими предами, которые создаются нашими дизайнерами. Сейчас я шью бомбер в национальном стиле. На него уходит у меня примерно три дня орнаменты. Их изготавливают заранее, тоже авторским путем. Дизайнер активно сотрудничает с Китаем. Там по франшизе шьют разработанные им вещи. Авторская одежда пользуется большим спросом у местных покупателей. Обязательная деталь – стилизованный казахский орнамент. Именно этот элемент и сделал коллекции дизайнера уникальным казахстанским брендом. С внедрением технологий вот эти базовые орнаменты сейчас можно моделировать на компьютере. Особенность казахского народного костюма – элегантность. И не говорит о том, что за аморфный орнамент нельзя наносить на одежду. Его можно наносить, но если ты его простиллизуешь, то дашь новое дыхание. Вот, допустим, элементарно, первые вещи висят, на них за аморфный орнамент стилизованный. Но на них дополнительно нанесено микс новых украшений национальных. В швейной мастерской Айдархан Калиев с коллегами работают над новой коллекцией одежды, которую он представит в апреле на Международной неделе моды в Таразе. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Эльдар Бадильда, Тараз, 24КЗ. Это Prime Time и мы продолжаем. Евросоюз представит Египту пакет помощи в размере 8 миллиардов долларов. Средства пойдут на укрепление экономики страны. Тем временем налоги в Европе теперь можно оплачивать криптовалютой. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». Евросоюз предоставит Египту пакет помощи в размере 8 миллиардов долларов. Средства пойдут на укрепление экономики страны. В ЕС опасаются миграционного давления на Европу из-за конфликтов в секторе Газа и Судане. Соглашение подписали во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров Бельгии, Италии, Австрии, Кипра и Греции. Пакет помощи включает гранты и кредиты на ближайшие 4 года. По данным ООН, в Египте зарегистрировано около 480 тысяч мигрантов и соискателей убежища. Для многих из них это транзитный пункт перед отправлением в Европу. Налоги в Европе теперь можно оплачивать криптовалютой. Новую меру уже активно используют в швейцарских городах Лугана и ЦУК. В качестве торгового актива принимаются биткоины и тезеры. Их можно купить в специальных биткоиноматах, на вокзалах или в универмагах. Местные жители оплачивают при помощи криптовалют и коммунальные услуги. В скором времени к системе присоединятся и другие страны Европы. Информационно-аналитическая программа «Прайм Тайм» по-прежнему в прямом эфире. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. В Казахстане сумма венчурных сделок превысила 80 миллионов долларов. По итогам прошлого года это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии и даже Кавказа. Такие данные представили исследователи агентства «Райс Ресерч». С подробностями наш экономический обозреватель Алишер Ашимов. Он сейчас уже находится в студии. Алишер, добрый вечер. Ну вот все-таки удалось выяснить, с чем связана такая динамика роста вообще в целом отрасли в регионе. И ну и непосредственно как ситуация Панама. Добрый вечер, Илья. Ответы на ваши вопросы я озвучу чуть позже. В целом, отмечу, сейчас венчурный рынок Центральной Азии и Кавказа динамично растет. Общая сумма таких сделок в регионе превысила 110 миллионов долларов. Подробности в обзоре главная цифра. Казахстану в этом пироге, как отмечают эксперты, принадлежит самая большая доля. То есть наша страна стала лидером по заключению венчурных сделок. На втором месте оказалась Грузия. Там этот показатель в прошлом году составил больше 21,5 миллионов долларов. Следом идут Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан. В последние венчурное финансирование превысило чуть больше 1 миллиона доллара. Но вернемся к нашей стране. Больше половины всех венчурных сделок, это 55%, пришлись на декабрь. В основном инвесторов привлекали стартапы в области финтеха, искусственного интеллекта, здравоохранения и недвижимости. Однако, по словам экономистов, в Казахстане недостаточно частных венчурных инвесторов и таких фондов. Фондов очень мало, потому что богатых людей всего в нашей стране, которые могут их открыть, в принципе, всего несколько тысяч человек. 72% приходится из этих 80 миллионов долларов на финтеш. То есть, больше 60 миллионов долларов приходится на вложения в МФО и БВУ. Нашим инвесторам надо научиться строить бизнес-модели в долгосрочной перспективе. Казахстан Казахстан В этом году будут построены рекордные 18 миллионов долларов. 20 миллионов квадратных метров жилья, что на 2,5 миллиона больше ранее запланированных годовых показателей. Таким на сегодня был мой экономический обзор. Илья. Спасибо большое, Лишер. Это был Лишер Ашимов, наш экономический гид по непростому экономическому ландшафту страны с его главной цифрой. Но мы продолжаем. Прайм-тайм по-прежнему в эфире. И напомню, главная тема сегодняшнего дня – развитие человеческого капитала. Средний возраст синих воротничков приблизился к 50 годам. Решить проблему кадрового голода в промышленности, который может уже накрыть нашу страну в ближайшее время. Об этом на третьем национальном Курултае заявили участники заседания. Они предложили комплексно развивать подготовку технических специальностей. От увеличения грантов, например, до выгодного медстрахования. Подробнее об этом и в целом о развитии человеческого капитала в материале моей коллеги Динары Жанбатыровой. Инновационные производства, высокие доходы и стабильная экономика – та самая основа успешной страны. И, пожалуй, главное звено в этой цепи – человеческий капитал. Понятно, что государство стремится создать все условия для качественного образования, доступной медицины и хороших условий труда. Однако до показателей развитых стран Казахстану предстоит еще много работать. Мы должны во всем соответствовать прогрессивным стандартам современной цивилизации – цифровых намадов. Считаю, что в этой сфере у нас в силу потенциала и таланта нашей молодежи есть реальные шансы на казахстанский прорыв. Где-где, но именно здесь нужно не бояться действовать масштабно и амбициозно. Именно поэтому акцент на культ знаний, развития науки и образования – задача первостепенная. В контексте развития экономики необходимо продвигать образование. Мы не будем двигать образование, не сформируем более сложное видение людей. А демократия, кстати, это явление сложное. Для того, чтобы понять, надо сформировать видение. Для этого нужно сформировать ценности, знания, видение, самоорганизацию. Да, правовые аспекты, мы вроде многие вещи хорошие, законы принимаем, мы строим институты. Но без видения, которое обеспечит образование и, будем так говорить, сложное восприятие реальности, без видения ничего не двинется. Нужно совмещать практику после второго-третьего курса, чтобы практиканты проходили в виде коллаборации, несколько специальностей. Мы всегда жалуемся и говорим, что казахты линди, зан, ути, нашар, что законодательство переводится, и качество перевода, оно не радует и так далее. Почему? Что нам мешает взять тех же юристов, тех же лингвистов, тех же переводчиков, посадить их всех и создать команду, коллаборацию, которая через брейнсторминг, через дискуссию, через обсуждение выведет конечный продукт, который будет всем понятен. Немало инициатив прозвучало и по промышленным специальностям. На сегодня средний возраст инженеров, металлургов и горняков достиг 50. Кадровый голод синих воротничков уже сейчас остро ощущается на производстве. Казахстанцы, в особенности молодежь, должны понимать, что если они пойдут учиться на инженеров, получать профессию в техническом колледже, им будет гарантировано и трудоустройство, и ряд привилегий на протяжении всей карьеры, которых нет в других секторах экономики. Тот, кто выбрал техническую профессию, должен попадать в своеобразный коридор, где на каждом шаге его сопровождают конкретные меры. Льготные программы для отдыха, полная медстраховка, ипотека, стажировки за границей, постоянное повышение квалификации. Наконец, что немаловажно, пропаганда человека труда. Все эти социально-экономические стимулы на системной основе не только привлекут в сферу молодежь, но и сформируют тот самый образ нации, Адал Азамат, которому призывает президент. Динар Жамбатырова, Марат Диханбаев, Елеман Мустафа, 24КЗ. Вопрос, который требует бесспорно комплексного решения. Ежегодно в Казахстане около 20 тысяч вакансий в техническом профильном образовании остаются незаполненными. В то же самое время больше 70% сегодня потребность в кадрах приходится именно на техников и специалистов среднего звена, которые готовят колледжи и организации по техническому профессиональному образованию. Между тем в этой системе у нас сегодня в стране действует 711 учебных заведений, а также 39 филиалов. Обучаются в них более 500 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом численность учащихся увеличилась на 4%. Вот такие краткие данные сегодня мы имеем в разрезе в направлении профессионально-технического образования. В то же самое время прекрасно понимая одну простую вещь, что невозможно полноценно провести индустриализацию страны, невозможно нам перейти к экономике с добавленной стоимостью, без того, когда мы не подготовим нужное количество специалистов в этой области. Кто завтра, собственно, и будет работать на заводах, фабриках и комбинатах. Эту тему мы продолжим обсуждать. Я хотел бы с удовольствием представить вам сегодня нашего гостя. Это депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Еркин Абиль. Еркин Амажалов, добрый вечер. Я вас поздравляю с наступающими праздниками, с проходящими праздниками. Спасибо вас также. Давайте все-таки по следам буквально недавно завершившегося третьего национального курултая перейдем к той теме, о которой глава государства несколько раз подчеркивал. Называется она «Новые точки экономического роста страны». На сегодняшний день, на ваш взгляд, насколько остро сегодня действительно стоит у нас вопрос по развитию рабочей технических специальностей с точки зрения глобальной индустриализации Казахстана? Этот вопрос вообще очень-очень актуальным и буквально вопросом, который нужно было решать еще вчера, он стал, наверное, последние лет 15. Когда мы серьезно столкнулись, придумывая и финансируя разные программы по развитию индустрии, мы столкнулись с банальной нехваткой кадров. Здесь вопрос, на самом деле, очень сложный. Я вот слышал, говорили о увеличении количества грантов, да, но как человек, который в этой системе долго работал, грантов достаточно, но происходит просто такая ситуация, когда эти гранты не востребованы, по многим специальностям остаются. Здесь проблема идеологического толка? Здесь вопрос, да, вопрос, во-первых, ценностей, потому что у нас производительный труд, к большому сожалению, из таких приоритетных ценностей у не только молодежи, но и у моего поколения, он ушел куда-то, на второй, на третий, на пятый план. Надо, во-первых, вернуть действительно производительный труд как ценность, вот то, что говорят о Далимбек, да? Вот именно производительный труд. Это первый момент. Второй момент, это, безусловно, материальная заинтересованность. В эту специальность люди пойдут, дети пойдут только тогда, когда почувствуют, что обладание этой специальностью даст какие-то жизненные лифты. Не просто стабильная работа и хороший заработок на дядю, да, а что это действительно социальный лифт, что он завтра сможет не только там быть всю жизнь инженером, пусть высокооплачиваем, но инженером... Но еще расти. Расти, безусловно, какой-то видеть перспективу. То, что называется нематериальная мотивация. Обязательно. Просто хорошие зарплаты, как мы видим, это мало. Большинство детей, они приходят в эту жизнь с определенными какими-то амбициями. И надо показать, что эти амбиции можно реализовать. Это второй момент. И третий момент, это, безусловно, качество образования. Мы сталкиваемся с тем, что мы производим какое-то количество специалистов. Специалисты вроде бы казалось востребованы на рынке труда, туда идут дети. Но, с одной стороны, мы видим дефицит, скажем, IT-специалистов в Казахстане. С другой стороны, у нас огромное количество выпускников IT-специальностей, которые не могут найти работу. Здесь вопрос в том, что качество подготовки специалистов в Казахстане не устраивает работодатель. Татьяна Монжолова, знаете, здесь вот такой риторический один вопрос. Немножко пошучу. Что, говорит, появилось вперед, курица или яйцо? Вот, соответственно, возникает здесь, как говорится, такой небольшой замкнутый круг. Вы же сами понимаете, когда вы говорите про проблемы этих 15, 20, 30 лет нашей независимости, это все испарилось потому, что распались производства, не стало комбинатов, развалилась вся система производственной страны. Да, безусловно. Соответственно, сейчас вот возникает момент. Я ребенка своего отправлю, к примеру, на инженера или на столер или сварщик или еще куда-нибудь. Где гарантия того, что когда он закончится учебу, да, что будет это производство. В этом плане как государство должно координировать и находить здесь баланс? Здесь надо работать прежде всего не только, это вопрос не государства. Государство не может эти вещи планировать самостоятельно без бизнеса. То есть здесь вот как раз момент, для чего нужен нам, скажем, тот же Атамикен? Для того, чтобы делать какие-то среднесрочные прогнозы развития. Для этого недостаточно просто государственной программы, там, залить вопрос деньгами, там, бюджетными, как вот иногда предлагается, да. Вот здесь нужна действительно стратегия. Здесь нужны, почему-то у нас очень слабо уделяется внимание таким вещам, как социальное прогнозирование. Здесь нужны футурологи, которые могли бы сказать, да, вот мир идет туда, Казахстан, а место вот здесь. Да, с точки зрения мировой экономики, конъюнктуры, да, где мы будем через 5 лет. Да, какую нишу мы можем занять? Будем ли мы все время собирать, предположим, автомобили по иностранным лицензиям, да? Либо у нас будет какое-то самостоятельное направление, какое-то самостоятельное, там, автомобилестроение, и будут востребованы вот такие специалисты. Тоже, вы знаете, все-таки здесь напрашивается опять цитата, которая принадлежит Касамжу Марту Тукаеву, где он сказал, что необходимо мыслить сегодня не решением сиюминутных проблем, а мыслить стратегически с точки зрения того, что более глобально и прогнозировать. Я все-таки, видите, я все-таки не инженер и педагог, я все время говорю о том, что, ну, все время я скатываюсь в свое, у меня же профессиональная деформация, я все время о воспитании начинаю говорить, и вот здесь у нас, в первую очередь, скажем, в казахскоязычном сегменте, да, у нас нет образа будущего. Мы все время смотрим назад, я же историк, я вижу. Мы все время, нас очень интересует, как мы жили раньше, но почему-то у нас нет видения будущего, у нас нет фантастики на казахском языке, у нас нет какого-то контента телевизионного, кино-контента о будущем. Вот о ближайшем будущем, о среднесрочном будущем. Яркен Манжолой, вот возвращаясь к тому, что мы сейчас обсуждали, да, вы абсолютно правильно сказали, сегодня взаимодействие между самим бизнесом-производством и учебными заведениями, в принципе, в этом взаимодействии и государство там, и не надо вмешиваться. Здесь они всегда найдут общий язык в виде заказа, прогнозирования, сколько... Да, правило прописать еще. Мы уже сегодня знаем примеру, когда крупные гигантские предприятия производственные сегодня готовят для себя кадры и спускают так называемый бизнес-заказ, да, сколько им тех или иных специалистов нужно. Проблема в другом, как раз-таки проблема, касающаяся вашей отрасли. А специалистов-то сегодня у нас достаточно, кто этих молодых людей будет готовить? Нет. Вот в том-то и вопрос, что нет, но здесь это скорее такая технический временный вопрос. Это всегда так бывает, что вот в данный момент, ну, у нас нет всех ресурсов, в том числе и человеческих. И это не означает, что делать этого не нужно. Эти ресурсы мы выработаем по ходу, ну, к сожалению, так получается, всегда так происходит. Когда мы что-то новое начинаем, всегда есть нехватка именно человеческого ресурса. Вот. Но процесс начинать нужно, вот это взаимодействие делать нужно обязательно. Надо все-таки пересмотреть наши правила, вот правила игры в образовательной сфере, которые государство устанавливает, посмотреть где-то по закону об образовании. Хотя у нас он в принципе сейчас достаточно такой, ну, либеральный. Посмотреть по, скажем, частным нашим образовательным учреждениям, высшим в первую очередь. Потому что, ну, мы явно видим, небольшое количество готовят именно инженерные специальности. Большая часть перепроизводства по гуманитарным специальностям, они как раз приходятся на негосударственные учебные заведения. И вот здесь посмотреть, запрещать, конечно, не нужно, я противник запретов, но какие-то меры регулирования нужно вот придумывать. И все-таки, чтобы действительно учебные заведения работали именно вот с бизнесом, с производством напрямую. Мы пока вот разными формами ограничиваем. Вы знаете, вот опять скептики сейчас скажут, да, сегодня подготовить инженера, специалиста, технолога какого-то и так далее, это может занять минимум 4-5 лет, да. Индустриализацию, переход на производственные рельсы с высокой добавленной стоимостью нам нужно делать уже сейчас. Собственно, возникает большой вакуум. Вот просто мнение, да, гипотетически. А сегодня, на ваш взгляд, существуют вообще какие-то механизмы, когда можно по ускоренной программе, то, что называется, провести переквалификацию, да. Конечно, конечно. Взять того же самого гуманитария и отправить буквально год-полтора каким-то основным навыкам рабочей специальности, чтобы он обучился. Безусловно. Сейчас уже закон об образовании такие возможности дает. Мы прописали такие, скажем, в свое время такие формы, как вот боковой вход в профессию, да. Но я не вижу, как это реализуется. Видимо, что-то в этом механизме дает сбой, когда норма есть, а реализации этой нормы нет. Мы в свое время с министерством работали, министерство пошло навстречу. Тоже дуальное образование не ограничивать, да, вот колледжами. А в университете тоже его начать. Ну, буквально со второго курса можно человека на производство отправлять. Продолжая обучение, в то же время он уже будет работать на производстве, уже будет осваивать не теоретические какие-то знания, а конкретные. Потому что, ну, какой бы университет ни был, какое бы там современное оборудование ни стояло, какие бы там суперпедагоги ни были, но производство у нас развивается быстрее. Это точно, да. Технологические моменты, оборудование и так далее. С идеологической точки зрения, на ваш взгляд, да, более глубокую, более сложную проблему давайте затронем. Вот что нам сегодня необходимо делать в идеологическом плане, как нам проводить работу не только с молодежью, ведь здесь очень большая проблема таится и во взрослом поколении, которые сегодня не хотят своих детей отправлять, чтобы те шли и руки в мазути морально, к примеру, да. Что вот нам необходимо делать в идеологическом плане для того, чтобы у нас вот опять мозги все-таки встали на место, извините за выражение такое грубое, да, но чтобы вот эта популярность, имидж, статус рабочего специалиста поднять. Ну, еще раз вернусь к формированию ценностей. А это, безусловно, ну, там плакаты развешать и читать лекции непродуктивно. Непродуктивно, да. Абсолютно. Это вот воздействие, все инструменты воздействия, которые сегодня нам IT-технологии предлагают, это и телевидение, это и кино, это и книги, это и другой контент. Это формирование ценностей. У нас, ну, человек труда, вот как бы пафосно это ни звучало, да, у нас вот в Казахстане, в нашем контенте, он не стал основным персонажем. А здесь сейчас вспомнить хочется советские времена, да, и вы помните, на самом деле, как много было фильмов, сколько было различных и постановок, и театральных, и всего. При всей своей наивности, вот очень многие сюжеты мы же видим, они были достаточно наивными и примитивными, но это работало. И сегодня, в принципе, вот это формирование ценностей, я все время перехожу вот на казахоязычный контент. Вот, я историк, но я всегда призываю, вы переключитесь с любования прошлым на какое-то вот, ну, будущее, на видение какое-то будущего. И тоже обсуждение, скажем, искусственного интеллекта на казахском языке, да, тоже обсуждение перспектив робототехники на казахском языке. Я почти такого контента не вижу. Вот если мы вот это будем включать, то тогда взгляды начнут меняться. Понятно, что мы за год, за два, не формируясь ценности, это нужно поколение, наверное. Но надо начинать эту работу. А то мы плачем, что мы потеряли поколение. Ну да, но все-таки, если более глобально говорить, на законодательном уровне, на ваш взгляд, вот здесь какие-то моменты нам необходимы вводить, какие-то корректировки? Потому что вот элементарно мне сейчас даже вот непонятно. Эту работу системно необходимо начинать, допустим, с Министерства высшего образования, либо же с Министерства просвещения, да, где формировать эти подготовительные моменты. Ну и Министерство информации, я бы туда включил. Где-то между информацией, да. Да, да, да. И культурой, и труда, и социальной защиты, да. Конечно, конечно. Тут комплексная проблема. И на самом деле законы, ну, на законодательном уровне мы можем только общие какие-то правила прописать. Посмотреть, где-то может что-то мешает, и вот эти барьеры убрать законодательные. А в остальном здесь надо как-то, гражданское общество должно работать, мне кажется. Да, абсолютно комплексный план, потому что и проблема многослойная. Ну, Еркина Манджолова, завершая нашу беседу, хотелось бы немножко отойти чуть-чуть в сторону. Все-таки последний, третий национальный курултай, на ваш взгляд, вот чем он был ознаменован? Какие вот такие интересные, может быть, новые вещи для себя вы там подчеркнули? На ваш взгляд, вот все-таки какие основные месседжи там прозвучали? Ну, видите, здесь опять у меня профессиональная деформация. Я историк, который плюс еще занимается вопросами исторической памяти, поэтому меня, безусловно, прямо вот все струнки моей души затонули. Тема, скажем, проблем археологии, да, сохранения памятников культурно-исторического наследия. Вот по Петру Оглифон, да, президент говорил, мы в свое время депутатский запрос на эту тему делали. Я думаю, мы эту тему опять поднимем, потому что мало что за это время изменилось. Безусловно, это тема Золотой Орды, которой я, ну, несколько десятилетий непосредственно занимаюсь. И самое главное, это формирование исторической памяти. Потому что я считаю, что историческая память является основой национальной идентичности. А многие наши проблемы, вот как раз, вот морального, да, плана, то, о чем говорили, да, проникновение чуждых там каких-то ценностей и так далее, это связано как раз с кризисом идентичности. Совершенно верно. Где-то произошел в этом плане вакуум, да, что мы действительно свои корни стали забывать, и об этом глава государства как раз-таки подчеркнул. Мы очень в тему заканчиваем с вами разговор, потому что сегодня еще и день национальной одежды, а это самый, что ни на есть яркий показатель, да, культурной памяти национального кода. Символ. Символ, да, который, конечно же, должен стать доброй традицией, чтобы лишний раз в этом виде еще раз он напоминал, какая у нас прекрасная, красивая культура. Яркин Абыл, дорогие друзья, был сегодня у нас в гостях депутат-мажорист парламента Республики Казахстан. Все еще мы помним, как в 90-е годы и фабрики, и большинство, и заводы, большинство стран СНГ канули в небытие, просто закрылись. В Казахстане период так называемой разрухи, как вы помните, сменился стремительно развивающейся сырьевой экономикой. Экономикой на основе добывающего сектора. Нефть, газ, полезные ископаемые привлекли в республику колоссальные инвестиции. Но вот незадача. В массе свои данные средства не были направлены на перерабатывающие и производственные секторы, и как результат не привели к созданию экономики с добавленной стоимостью. И, к сожалению, все разговоры и госпрограммы по переходу с сырьевой экономики на масштабную индустриализацию так и остались на бумаге. Сегодня руководством страны поставлена четкая задача и структурный план перед госсектором, перед бизнесом страны по динамичному развитию и запуску именно производственных процессов с высокой добавленной стоимостью. Нам нужно не сырье, нам нужны товары. Нам нужны перерабатывающие производства, которые как раз таки дадут товары и сменят этот самый импорт. Нам нужны собственные заводы и фабрики. В рамках реализации данных комплексных программ возникает острая необходимость, конечно же, и в профессионально-технических кадрах, специалистах, рабочих специальностей. Согласно анализу, уже сегодня дефицит квалифицированных кадров на производственных предприятиях страны составляет от 35 до 40%. И именно этому вопросу уделяет большое внимание наше руководство страны. Масштабное возрождение профессионально-технического образования ожидает нас в ближайшие годы. И все мы, родители, да и молодые люди, пора нам осознать одну простую вещь. Что, получив рабочую специальность сегодня, вы не только гарантируете себе трудоустройство в нашей стране, но и очень достойный заработок. За этим однозначно будущее нашего развития. Давайте об этом помнить. Ну а на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Увидимся с вами завтра в это же время в эфире телеканала 24КЗ. И пусть ваш вечер будет добрым. Субтитры подогнал «Симон»!